Для нас это важно, сотрудничество, для нас важно здесь присутствовать, наши темирязевки. И вообще, Райна, она с нами родственна, скажем, и духовна, и политически, организационно в какой-то плане, потому что мы, наверное, скоро занимаемся близкими проблемами, особенно те, которые вы сегодня в своем докладе говорили, тоже, которые уже много, я так понимаю, освещают. У нас есть кафедра экологии, Василий Иванович ее возглавляет. У нас давнишние и дружеские отношения с лауреатом Нобелевской премии Рикардо Валентино, он у нас почетный профессор университета, он у нас часто выступает, и в свое время был большой грант у нас по экологической проблеме. Ну, насколько я знаю, это содержание углекислого газа в воздухе, потому что, с одной стороны, казалось бы, это парниковый эффект, а с другой стороны, парниковый эффект, это значит дополнительное тепло, это дополнительный, значит, прирост средних температур, особенно для наших регионов, для, может быть, для южных регионов это наступление пустыни, а у нас это как раз положительный фактор, который позволяет повысить и урожайность зерновых, и, кстати, что касается топительных сезонов, поэтому, в общем-то, но для нас, не знаю, для России, может быть, я, конечно, не эколог, я инженер, может быть, даже некоторый вот этот парниковый эффект, он даже, может быть, да, плюс, и не знаю, почему. Американцы отказались от филотского договора, а мы, ну, они заморозили его фактически, а мы, а мы как раз, нам-то не очень выгоден, а мы его поддерживаем. И Киорский подокон, ну, да, ну, сейчас, наверное, там уже другой, да. Парижское соглашение? Да, ну, изначально, так это. Ну, что я хотел сказать, что, конечно, я думаю, что, может быть, должен Сергей Леонидович сам сказать, наверное, что он помог, наверное, войти в платформу совет журнала, это было бы, ну, может быть, Еленка, вот, ну, вот, в принципе, тут есть тоже люди, которые достойные, я уже передал от Сергея Леонидовича привет, и, к сожалению, что мы не смогли участвовать, но, вот, поэтому, что можно сказать, что я думаю, что мы готовы, наверное, участвовать в какой-то степени, в каком-то, может быть, не знаю, публикационной активности, надо посмотреть, если бы это какие-то тематики, которые нас бы хотели бы осветить, мы могли бы, наверное, может быть, и статьями выступить, но я вижу, что все-таки это журнал больше не научного плана, а все-таки такого популярного такого плана. Конечно, ученые, они любят больше журналы, которые сразу там, ВАК, Хир, Скопос, но в любом случае для развития... Не любят, требуют, требуют, но заставляют. Ну, заставляют, нет, иногда мы пишем тоже и по популярных журналах, потому что с научных журналов пишем, но читает их тоже не так много людей. Да, да, а если хороший популярный журнал, иногда даже в дороге едешь и читаешь, поэтому... Наука и жизнь, да? Да, типа наука и жизнь, да, вот оно, он же не научный журнал, однако все его любят, все его помним, читаем. Если такую нишу сможет занять этот журнал, который будет публиковать какие-то такие вот, с одной стороны, интересные статьи, с другой стороны, какие-то, наверное, дискуссионные, я думаю, что мы бы могли участвовать и несколько, может быть, статей могли бы написать. Вот. Поэтому... Поэтому хочу поблагодарить от всех, кто пригласили. Значит, ваши координаты у нас теперь есть. Значит, будем следить, если электроны нет в версии журнала. Поэтому для первого знакомства, я думаю, что очень полезна такая информация. Ну, вот как-то так коротенько. Присал.